Это приходим к месту с жертвами политических репеток. Подряд всех расстреливали тогда. Вот это мы зашли в лес, прошли мимо тюрьмы, вокруг тюрьмы, следственный инзулятор Барнаула. Ну, здесь можно снимать, им это не принадлежит. Вот оно где. Галя пришла, загуляю, Татьяна Капустина. Вот наши сёстры. Вот. Невинно. Убиянных пусть сила правды воскресит. Не Христос. Ну, вот это вот то, что мы там смотрели, тоже здесь. Ну, панихидов, убиенным. Дальше там, видать дальше, это всё тюремное в больничке. Всё. Здесь крест. Вот оно где. Так, шапку снимаю. Вот большой камень. Сила правды воскресит. О Христе не упоминается. Только Христос на Страшном Суде. Расстреливали тех, которые сами палачами были. Сейчас всё описывает. Репрессионных шесть книг больших вышло здесь. Ну, о репрессиях. Речь-то идёт о миллионах. Одна гражданская шесть с половиной миллионов унесла. Шесть с половиной. Вот как загородили. А тогда мы ходили. Нет. Пойдите. Ещё. Фамилии, смотри, имена. Так, вот он. Вот это как. Капитолина. Это всё угробили. Какие были люди. Это мы здесь находимся, в Барнауле. Это у нас сегодня 28 мая 2018 года. И мы когда пришли здесь, а здесь никто как будто не ходил. Не было ни памяти, вообще ничего не было. Только рвы. Огромные рвы. Не рвы, а... Ну, такие. Видно, что массовые захоронения были. Ну, и валяются всё. Ребятишки черепа эти брали. Свечки вставляли и ночью бегали. Ну, там, аж зубы-то всё вырваны были. У кого золотишко или что-то было. Ну, а что сделаешь так? Галоша лежит там. Она не сгнила. Ну, просто издевательство-то. Ну, а что ты сделаешь? Да ничего не сделаешь. Я никогда не верю в эти слова. У меня очень хорошие знакомые были в КГБ. КГБ тогда называлось. Никулин назову. Юрий Никулин. Николаевич, кажется. Он меня курировал. И вот я пошёл и написал заявление. Приложил фотографии. Всё, кости, кости, черепа разбросаны были по лесу. Я говорю, это же всё-таки советская власть была. Но уже репрессий таких не было. Не расстреливали. Ну, а как ты? Да не думал ни о чём. Ещё я плохое делал-то. И потом прихожу, а уже ничего нет. Они выставили здесь наряд. Чтобы никого не подпускать. Всё зарыли, заровняли. Ну, то есть, вот видишь, как хорошие люди ответили. Вот всё как-то узнать надо было. Имена и написать. Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих. Невинно убиенных. Невинно. Это официально всё сделано здесь. Вот видите, оградка. Вот красная рябина посадили. Она тут ягодки даст красные. Ну, и вот кресты. Крестов много. И вот сверху вот эта крышка накрыта. Абсолютно недопустимо. Вон тут только один крест нормальный. Это нигде нет. У Христа не было никак. Везде это всё. Сейчас я посмотрю. Ещё с этой стороны должно быть что-то там. Нет ничего, нет. Нормально. Это вот они ограду здесь. Всё абсолютно рвы были. Рвы зарыли. Рвы. Ну, массовые расстрелы шли. Я знал Емщикова. У нас была близкая Ксения Ивановна. У ней муж был директор какого-то Черёмного. И он сказал, говорит, если меня заберут, то знай, говорит, мы не враги народа, Женя, враги расстреливают. А он как раз во время революции был, ну, специально такая гвардейская часть во Франции. Он даже вообще никакого отношения не имел. Приехал оттуда. На подбор брали, там, не меньше метра восемьдесят два, как он говорит. Красавцы. А потом всех расстреляли почти. Всё. У меня подробно об этом записано в книгах. С магнитофона ленты. Я её интервью взял. Вот сюда подходить, видишь, деревянные такие, как бы, брусья. Видите, есть люди, которые чтят память. Вот рядом идёт большая дорога. Вот такая, песчаная. Вот иди сюда. Иди. Ты думаешь, это ещё провалы. Это вот где провалы, вон они, иди. Вот сюда подойдём. Это всё могилы. Видишь, они разгрузили сюда. Вот это. Мы тогда были где-то, как огромные провалы такие были. Такими. Ну, как селосные ямы раньше были. Всё вот здесь вот. Всё там, везде это. Ну, пойдёмте туда-обратно. Выводили по ночам и расстреливали. Даже вот цветы, я не знаю, лежат. Может, специальные положили. Ну, может, специально, чтобы знали, что это за местность. Господи, помилуй. Не дождались. Вот построили памятник на Старом Базаре. Там невинно убиенным жертвам политических репрессий. Руки связанные. Ну, человек, может быть, лет 30 ему, молодой, с усами. А парнишка обнял, его видела на Старом Базаре. Ну, там много было, что я был, у меня интервью взяли. Долго открывали его. Памятник там бронзовый, тяжёлый, многотонный. Как они привезли из Москвы, кажется. Очень хороший памятник. Ну, и там везде. Всё руководство Алтайского края там было. И брали интервью у тех, кто там был. Ну, и ко мне подошли, я тоже рассказал. Пойдёмте. Это у меня всё в интернете стоит, как мы там были. Стоим мы. Я стою, а рядом Галина Селина и Галина Кубайкина около меня. Вот оно как. Люди в последний раз выходили ночью. Осторожно, не наступи. Кто-то зашёл, нагадил тут. Ну, вот так. Мы прошли. Тут кинологическое. Это много собак. Вот они копали. Тут что они копали? Видишь, какие огромные эти? Это всё ямы. Ямы вон там. Дальше мы были. Ямы, ямы, ямы. Но они заросли уже травой. И, ну, видно, что это массовое захоронение. Это не хатынь какая-то там в Польске. Свои. Свои, своих уничтожали. Ну, кто-то что-то может быть и виноват. Я же не знаю. Но знаю только, что... Он какой-то... Вот это от чего фундамент? Откуда-то или привезли его? Фундамент-то. Смотри, какой. Это что-то тоже кто-то строил. Это вот отсюда, что видим, это всё тюрьма. Тюрьма или СИЗО называют. Следственный изолятор. Канатная, 81. Город Барнаул. Алтайский край. Мы тут прошли, там нельзя снимать, написано было. А тут в лесу, тут я могу снимать. Там мы прошли, я видел, где я сидел. С каком корпусе камеры. Я тут завел занятия в детское. Тут рядом СИЗО. Взрослая. 18 лет я работал. Бесплатно. Это вот издалека посмотреть. Огромные корпуса. Рядом там корпуса. Та. Так, тебя. СМИН.